В Тверской области реализуются крупнейшие за последние годы инвестпроект в АПК. Объем вложения порядка 18 миллиардов рублей. В правительстве Тверской области заключено соглашение о сотрудничестве с инвестором. Подробности в первом материале выпуска. В Кашинском городском округе инвестор планирует построить современные высокотехнологичные молочно-товарные фермы и молокоперерабатывающий завод. Вопросы, связанные с реализацией проекта, стали главной темой встречи губернатора Игоря Рудыни и председателя совета директоров ПАУ Новолипецкий металлургический комбинат Владимира Лисина, который состоялся перед подписанием соглашения. Это самый крупный инвестиционный проект в части АПК. Наш регион будет не просто содействовать, а активно участвовать в этом проекте. Проект по молочному животноводству. Причем проект предусматривает не только производство молока, но и переработку. Достаточно с высокой добавленной стоимостью. Это то, о чем говорил нам президент Российской Федерации. О необходимости заниматься не только производством и экспортом сырья, но еще и переработкой. Поэтому этот проект комплексный. Он подразумевает развитие инфраструктуры, создание порядка 700 рабочих мест. Это в том числе и новое жилищное строительство на территории развития инвестиционного проекта. Планируемый объем вложений в проект в 2020-2022 годах составит до 18 миллиардов рублей. Первый этап – это три молочных комплекса, 3,5 тысячи голов молочного стада каждый. И завод по переработке – это, прежде всего, будет производство сыра. На следующий год планируется окончание строительства первой и весной завоз первого стада. Соответственно, параллельно дальше будут двигаться все остальные еще два. На втором этапе предполагается открытие фермы в районе деревень Бурмакина и Рождествено. На третьем – строительство молокоперерабатывающего завода с вводом в эксплуатацию в 2022 году. Подписи под документом поставили Игору Дене Владимир Лисин, генеральный директор ООО «Румелка Агра» Валерий Нехаев и глава Кашинского городского округа Герман Баландин. Игору Дене подчеркнул – область готова оказывать содействие. Мы будем создавать инфраструктуру для развития этого проекта по молоку. Это дороги, газификация, мосты, содействие и участие в жилищном строительстве. Ну и, конечно же, это процесс подготовки кадров. В рамках образовательного класса, аграрных колледжей, регионной и сельскохозяйственной академии планируется вести подготовку специалистов, которые будут работать на новых производствах. По предварительным оценкам, поддержка составит 1 млрд 965 млн рублей, в том числе 610 млн рублей средств областного бюджета. Планируется обеспечить подвод порядка 40 км газопровода, более 10 км дорог и ремонт моста через реку Кашинка. Реализация проекта компании «Румелка Агро» на 40% повысит объемы производства молока в регионе, внесет вклад в выполнение поручения президента Российской Федерации Владимира Путина по созданию бренда отечественной чистой зеленой продукции. Продолжение следует...